Я предоставляю слово для приветствия нашему конкурсу, и для нас это большая честь видеть специального гостя сегодня на нашем мероприятии. Это начальник управления проектного менеджмента в государственном секторе аналитического центра при правительстве Российской Федерации Илья Викторович Винокуров. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Оксана. Добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно очень рад поздравить всех с началом такого замечательного события, как конкурс GPM с Russia. Мы в аналитическом центре также довольно давно стараемся развивать и продвигать идеи и принципы проектного управления во все сферы деятельности государственного сектора прежде всего, но и не только. Я очень надеюсь, что конкурс GPM Awards Russia будет не только 2021, но и будет на ежегодной основе долго и качественно повышать уровень проектного управления в проектах устойчивого развития в России, но и в мире, конечно же, тоже. Всех поздравляю с началом конкурса. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Мы поддерживаем этот проект. Это наш соорганизатор. Это проектный офис стратегии и практики устойчивого развития. И Светлана Герасимова является одним из основателей и таких наших активных партнеров. Светлана, пожалуйста, вам слово. Приветствуем вас. Спасибо большое. Да, я очень признательна Оксане, что этот путь мы проходим вместе. Действительно, в таком, в коллаборации, в партнерстве организаций и всех, кто поддерживает идею продвижения устойчивых проектов устойчивого управления в России, мне очень хочется, конечно, поприветствовать победителей нашего прошлого года. Я их здесь вижу. Это очень отрадно, потому что, на самом деле, после конкурса мы их видели еще много где. В социальных сетях, в других конкурсах. Они стали выступать на конференциях. То есть, публичная активность, конечно, публичный интерес к этим проектам значительно выше. И мне тоже очень отрадно отметить, что есть еще и международный трек, да, то есть продвинуться еще выше, еще дальше. Это очень-очень здорово. Хочется отметить, конечно, ну, победителей мы сегодня еще услышим, да, и поэтому я скажу про нас, что мы очень активно работаем с самой матрицей Green Project Management и вообще с этим стандартом. Мы всячески рассказываем о нем на программах MBA, разных бизнес-школ, с которыми мы пересекаемся, на корпоративных программах. И хочу сказать по опыту применения, что, конечно, это находит большой интерес, и все понимают, что проектное управление меняется. И уже в пик популярности ESG-подхода, в пик такой популярности устойчивого развития, как было в этом году, действительно, несмотря ни на какие пандемии, 20-й год стал годом прорыва для России по темам устойчивого развития, по ESG-практикам. Мы видим повышение значительной интереса компаний к этим аспектам, мы видим большое увлечение компанией образовательными проектами. То есть это и наш проект совместный с проектным альянсом по обучению российских менеджеров подходом Green Project. Это тоже история, которая весь год продолжалась, да, мы активно набирали группы и хотим отметить с Оксаной, что крупный бизнес тоже стал проявлять достаточно серьезный интерес к этому обучению. И нам это, безусловно, радостно. На этом закончу вот свое такое краткое приветствие. Нам очень хочется, чтобы развивалось наше партнерство, чтобы крепло наше сообщество, и чтобы этот конкурс, конечно, привлек новых и достаточно масштабных игроков, и достаточно небольшие, но очень креативные и яркие проекты, которые появляются в направлении устойчивого развития проектов. Всем всего доброго, удачного второго года нашему конкурсу. Спасибо большое, Светлана, за такие приветственные, хорошие слова. И, как вы правильно отметили, это партнерство и такое сообщество вокруг темы устойчивого развития, ESG-практик и проектного управления, оно растет с каждым годом, и это очень отрадно видеть. И спасибо вам за активное участие и такую поддержку и совместную классную работу. В преддверии того, что у нас вот-вот начнется сбор заявок конкурса, я хочу передать теперь слово Кате Кудрявцевой, Екатерина на связи. И Катя Кудрявцева как раз расскажет, что же это за конкурс, какие категории, какие проекты можно подавать. Он достаточно открытый, и здесь нет никаких ограничений. Дальше мы поговорим про этапы конкурса и про то, как они оцениваются, сами проекты и конкурсанты, что важно в этих отчетах представить и как важно подать свой отчет. Ну и дальше поговорим про то, какие важные этапы мы соблюдаем в конкурсе и чем все заканчивается. Да, предварю наши ожидания, заканчивается конкурс на специальном таком мероприятии, будет большая конференция, и в этом году мы очень надеемся, и со Светланой, и с оргкомитетом, мы очень надеемся, что это пройдет на площадке офлайн, и мы наконец-то все встретимся и сможем эту конференцию провести вот так вживую, face-to-face, что называется. Поэтому будем двигаться, а сейчас старт конкурсу, и слово Кате Кудрявцевой, Екатерина, мы вас слушаем. Я рада приветствовать всех участников, кто смог присоединиться к нам сегодня на торжественное открытие и начало второго национального конкурса профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития, и я коротко пройду по основным разделам, нашим этапам и того, что нас ждет. Организатором конкурса выступает ассоциация проектный альянс при партнерстве и поддержке международной ассоциации Green Project Management и Джоэла Карбони мы сегодня увидели, и вы можете послушать его, послушать его выступление в любое удобное для вас время. Сорганизатором конкурса является проектный офис стратегии и практики устойчивого развития, чему мы очень рады и рады, что вы с нами. И главным информационным партнером в этом году мы рады приветствовать проекты команды из G-Media, которые, как мы увидим дальше, прошли и сам конкурс, и мы получили очень большой толчок для дальнейшего развития и участия. Миссия конкурса, как уже было сказано, перекликается и с миссией проектного Олимпа, но, тем не менее, есть нюанс. Мы за то, чтобы формировать в России и вообще культуру проектного управления в организациях, а еще и проектное мышление у специалистов в сфере устойчивого развития. Цель конкурса в поддержке мотивации к развитию организаций и лидеров компаний, проектов, стартапов. И в 2020 году финалистами стали семь проектов в четырех категориях. Это бизнес, экология, социальные проекты и проекты государственного сектора. Здесь представлены участники, конкурсанты со своими проектами. И я хочу обратить внимание, что проекты очень разные, очень разного формата и разного размера и величины. Эти проекты признаны экспертами и асессорами лучшими в сфере устойчивого развития и отмечена детальная проработка самих проектов с точки зрения проектного управления. Участники получили подробную обратную связь и рекомендации по улучшению, а в ходе оценки получили ценный опыт. И практически прошли экспресс-обучение на практике по проектному управлению, когда готовили свои идеи и проекты к подаче. Но о впечатлениях и эффектах от конкурса мы узнаем подробнее от финалиста категории проекта государственного сектора. А еще через полгода после окончания конкурса мы сейчас говорим со всеми финалистами и готовим для вас цикл интервью о том, каково было участвовать в конкурсе и какие эффекты были получены конкурсантами. То есть можно сказать, что это такая инструкция по применению. И вы можете с ними ознакомиться на нашем YouTube-канале. Кто же может участвовать в конкурсе? На самом деле нет ограничений среди участников конкурса. Это могут быть как проекты государственного сектора, как корпорации и компании с госучастием, так и коммерческие и общественные организации, институты развития, высшие учебные заведения, стартапы, различные идеи, которые вы и ваши команды начинают реализовывать или к которым подступаются. В этом году с какими проектами можно участвовать? Как уже я показывала финалистов прошлого года, это могут быть проекты как социальные, социальные направленности, экологической направленности. Это могут быть проекты бизнеса, государственного сектора, инфраструктуры. И в этом году мы вводим дополнительную номинацию. Это исследовательские проекты. И приглашаем к участию ВУЗы, исследовательские агентства, организации, которые направлены на изучение состояния в сфере устойчивого развития и реализации проектов. Какие же критерии и есть ли критерии для проектов? Безусловно, в нашем конкурсе могут принимать участие проекты, которые либо уже завершены и имеют результат, который можно оценить, либо в которых закончена одна и более основных частей реализации проекта. То есть там, где все равно можно увидеть и посмотреть, измерить результат. По продолжительности не менее одного месяца проекты и обязательная составляющая, у проекта есть команда и определенный пул заинтересованных сторон. Для себя мы делим проекты на разные категории в зависимости от их величины. И подробнее детальные требования к тому, какой проект проходит в какую категорию, вы можете ознакомиться на нашем сайте и посмотреть, в какую категорию может попасть ваш проект. Проект по формированию стандарта устойчивого развития централизованной бухгалтерии органов государственной власти Магнинского автономного округа. Мы создались в октябре 2019 года. И 1 октября 2019 года я был единственным сотрудником данной организации. И резкий рост количества задач, направлений деятельности сотрудников, которые выполняют эти задачи, у нас к концу октября уже было 29 человек. А к концу года нас было 33 человека. Мы обслуживали 5 организаций, которые нам необходимо было перевести из управления бухгалтерского учета Департамента финансов, исполнительного органа власти. И принять 1 ноября еще 3 организации дополнительно. То есть к концу года мы вышли на 8 организаций, за которые необходимо было сдать отчетность, начать заработку. Как вы понимаете, года люди уходят в потусках. То есть это еще и вот эти вопросы, эти моменты. В общем, к концу года мы подошли к численности 33 человека и мы сформировали первый такой внутренний каркас организации. Ну, это же каркас, как внешняя хекиновая полочка уракообразная. Снаружи вроде бы твердая, а внутри это нежные внутренности. Мы, находящиеся в этой зарождающейся системе, не особо понимали, кто же, представляете, 33 человека. Кто умеет, тот и делает. Кто не умеет, тот и делает. С другом бегаем. В общем, неотложные дела, все это навалилось. В общем, к концу года у нас родилась такая идея запланировать, ну, создать такой региональный проект, где мы четко по ступеням, ну, и собираем проект и поймем, какие все-таки у нас внутри нашей организации процессы. Какие основные, какие есть вспомогательные, какие органические, в конце концов. Ну, и в общем, структурировать решили проект не только чисто в классическом виде, с учетом стройственности и ограниченности проекта, а именно там время, содержание, стоимость, ну, и качество, конечно же. Но и решили, что необходимо обратить внимание на устойчивость, то есть экологию, общество и экономику. Ну, так, чтобы он получился устойчивым, резистентным внешним изменениям. И что в итоге дало нам участие в этом конкурсе? Это, конечно же, вот участие нам позволило, ну, вот такое влияние. Есть такая фраза из Фредриха Ницше, книга «Так говорил в Заратрустах». Я люблю того, кто бросает слово впереди себя и исполняет всегда еще больше, чем обещает. Так вот, мы, конечно же, могли реализовать этот проект и не участвовали в каком конкурсе, и мы бы его реализовали. Но тогда мы же что? Мы бы дали просто слово себе, мы реализуем проект. А кто оцельщики? А кто нам покажет и поможет ценить и вообще предложить какие-то лучшие практики? Как это вообще в мире происходит? Поэтому мы пошли на участие в конкурсе. И мы, конечно же, откровенно отвечали на все вопросы асессоров, которые они задавали. А это были интересные и не всегда, наверное, простые вопросы. Таким образом, участие в конкурсе позволило нам еще раз пройти весь процесс формирования проекта. Ну, то есть, не только его набросать и побежать. Пройти его оценку по всем этапам, по всем аспектам, присущим проектам, направленным на устойчивое развитие, получить такую, можно сказать, аудиторскую оценку нашего проекта лучшими специалистами в сфере устойчивого развития Российской Федерации с конкретными рекомендациями по его улучшению. Николай, спасибо большое. Итак, мы с вами подходим к завершающей части нашего сегодняшнего вебинара по старту конкурса GPM Awards Russia 2021. И у нас есть время сейчас для вопросов и ответов. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, то мы с удовольствием на них ответим. Если что-то осталось пока неясным или комментарии, дополнения, пожалуйста, есть время и можно это использовать. Светлана, я думаю, что что-то вы хотите, нет? Прокомментировать. А я просто хотела сказать, там вопрос вот в чате, может быть, его озвучить, он может быть нам интересен для всех коллег. Так, есть в чате вопрос по поводу участия, возможного участия некой компании, которая производит продукты здорового питания, ну как раз наша тема такая, да, и полезные продукты по поводу того, как можно выделить проект, отдельный продукт. Ну, мы с вами знаем, что любой проект по выработке, по разработке нового вида продуктов, это действительно проект. Другое дело, нужно посмотреть, как в этой компании управляют проектами, какие методы, принципы, какие инструменты используются для этого, какая методология, как эта система работает. Для того, чтобы показать не только результаты, какие замечательные продукты мы делаем, но и проектный подход к этой разработке и выведению на рынок, к внедрению этого продукта на рынок, тогда, да, безусловно, это наш возможный конкурсант, это заявка, и замечательно, что такие проекты могут быть. Да. Есть? Ну, тут просто не то, что вопрос, а вот, как бы, да, я понимаю, с одной стороны, у нас есть крупные компании, которые уже упакованные, да, например, эти проекты, они по этому пути продвигаются. С другой стороны, есть небольшие там стартаперские проекты, вот они все могут принять участие, или есть у нас какие-то ограничения, или как вообще вот разграничиваются между собой проекты, если можно, Оксана, вот это малые, крупные, средние проекты, прокомментируйте вот это для наших участников, пожалуйста. У нас есть положение, в котором очень подробно расписаны категории участия, потому что зависит, в какую вы категорию попадете, зависит от нескольких параметров. Ну, первое, сколько у вас стейкхолдеров участвует, какая численность команды проекта, участников самой команды, какой масштаб, сколько продолжительность проекта, если это небольшой, от двух-трех месяцев, это одна категория, это малый проект, если это проект полтора года, два года и три года, это крупный проект, больше трех-пяти лет, это мегапроект. В какой бюджет у этого проекта? И вот эти все характеристики в совокупности, они дают нам четыре категории. Первая категория – это малый проект, дальше вторая категория – это средний, третья – это крупный, четвертая – это мегапроекты. В категории мегапроекты допускается реализованная одна фаза, которую мы можем оценить. Понятно, что если крупный проект продолжается 12-15 лет, а такие есть, например, в сфере нефтегазовой отрасли или в IT-компаниях, в телекомовских компаниях, это может быть целая программа проектов, которая продолжается довольно длительное время, много-много лет. Поэтому здесь достаточно подать в заявке и в отчете одну фазу, которая завершена в прошлом году или в этом году, и мы оцениваем тогда эту первую фазу или несколько фаз, которые завершены в таком мегапроекте, в крупном проекте. А по самим отраслям у нас никаких ограничений нет. Спасибо большое. Ну и последний, наверное, вопрос, куда нам всем обращаться. То есть этот сайт, куда надо идти за материалами, за подачей заявки, мне кажется, его тоже стоит оставить для всех участников, чтобы все понимали, куда им нужно двигаться после нашего эфира. Хорошо, и мы тогда в чате еще раз ссылочку напоминаем, где можно взять все материалы и документы, как составить заявку, методические рекомендации, сама форма заявки и форма отчета есть, и также контакты проектного офиса, где можно обратиться со своими заявками или с какими-то вопросами, которые у вас появятся. Спасибо большое. Оксана, у нас еще один вопрос в чате от Александра. Он спрашивает о ценности для бизнеса в победе в этом конкурсе. Да, Александр, мы рассказывали уже, в чем может быть ценность для бизнеса. Каждый раз это ваше решение, конечно, потому что конкурс – дело добровольное. По поводу ценностей. Ну, во-первых, про вас узнают. Вот лишний пиар, тем более, если ваша компания заинтересована в том, чтобы привлечь к себе больше внимания, больше потребителей, больше покупателей, больше партнеров и так далее. Это первая история, про вас узнают, поскольку у нас очень хорошая информационная поддержка. Второй момент – это уже ваше отношение к нематериальным активам и про то, как вы конвертируете все свои нематериальные достижения в активы, которые в итоге влияют на капитализацию компании, на капитализацию вашего бизнеса. И чем больше у вас вот таких достижений есть, чем более вы ответственная компания и вас видят, и вы это можете в отчетах показывать, в том числе вне финансовой отчетности, по раскрытию и предоставлению такой отчетности, тем более надежная ваша компания, тем более устойчивая ваша компания. И при привлечении ваших партнеров и инвесторов это дает возможность выигрывать тендеры, конкурсы, получать новые заказы и так далее. Ровно потому, что вы становитесь надежной, осознанной и такой социально ответственной компанией. Вот если вкратце, три таких важных момента. Да, Александр, спасибо за вопрос, замечательно. Ну, я бы еще добавила из выгоды, скорее возможности, это то, что, во-первых, история с устойчивым развитием сейчас на такой большой волне уже на протяжении некоторого количества лет. И как очень часто люди, которые ищут место работы, меняют работу, они в целом смотрят и на то, насколько работодатель ответственный. То есть это еще и плюсик к имиджу ответственного работодателя. Реализация таких проектов. Наверное, так. Спасибо. Да, хорошее дополнение. Если есть еще вопрос, пожалуйста, у нас осталась минутка времени. Если таких вопросов нет, то когда мы будем завершать? Еще я хочу добавить, что в целом все вопросы также можно будет задавать и в специальный чат в Телеграм-канале, который создан специально для конкурса. И мы после вебинара сделаем рассылку о том, куда можно обратиться и где задавать какие вопросы, куда что писать и отправлять. И, в общем-то, все ссылки на ресурсы и материалы обязательно пришлем. Спасибо, наши друзья и коллеги. Наш вебинар заканчивается, а конкурс стартует. Официальный старт. Мои поздравления всем и в предвкушении ваших заявок, участия и активного участия наших асессоров, жюри и вместе с партнерами, конечно, неминуем успех. В этом абсолютно уверены. Как показывает практика, действительно, когда мы делаем что-то очень хорошее, такое как конкурс или мероприятие, или неделю устойчивого развития, или обучающие курсы, мы действительно влияем на то, чтобы мир стал лучше. И это наша убежденность, это наши ценности, которые мы разделяем. Огромное всем спасибо и до участия в конкурсе. Счастливо, хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует...